Салют, ребятушки! Меня по-прежнему зовут Саша. Это мой видеоблог. Сегодня что? Немножко об фиксерской теме, хотя это никак не связано с велосипедом, но тем не менее, это напрямую относится как раз-таки к луку. Что имеется лук? Это не какой-то там со стрелами, либо тот, который вы там можете порезать и добавить куда-нибудь в супец, ну или в салат, допустим, например. Это, значит, элемент одежды, одежи, который, собственно, используется в субкультуре у нас в Москве, в Питере, например, и так далее, и там подобное. Значит, я говорю про сумку от Гоши Орехова. Вот, собственно, что? Нужно сделать какой-то обзорчик небольшой, рассказать вкратце, как я к этому пришел. Ну и, пожалуй, да, что, усаживайтесь поудобнее, мы сейчас начинаем. Ага. Для начала, значит, как я вообще пришел к этой вот сумке? Моя любимая сумка теперь. Значит, почему даже не рюкзак, почему именно сумка? Давайте начнем с этого. Ну, во-первых, это стилевая, как мне кажется. Она имеет такой форм-фактор, а все же знают, что субкультура фикс-гирщиков, вот этих вот всех нас, как будто бы, да, я себя тоже буду к ним причислять, она вышла из ребят-курьеров, которые гоняли по крупным городам, отвозя какую-то корреспонденцию, когда это еще было модно, скажем так, и молодежно. То есть, всевозможные письма, факсы, там, я не знаю, и вот прочая какая-то вот такая вот штука. Ну и в том числе, вот как и сейчас у нас, что-нибудь там, я не знаю, продукты, может быть, отвезти, какую-то мелкую электронику и так далее, там подобное. Было всего два варианта, естественно, если вы понимаете, да. Это, соответственно, рюкзак какой-нибудь вместительный, возможно, даже какой-то большой. И сумка кроссбоди, да, так как у меня рюкзак есть, хотя он вообще к фиксерской теме вообще никакого отношения, хотя он вообще, вообще, она аж заговорилась, хотя он к фиксерской теме никакого отношения вообще не имеет, вот. Но поездив с ним и набивая его, скажем так, практически до краев, а иногда даже с горкой, можно сказать, что не очень-то и удобно с ним ездить, потому что он как-то прилегает, наверное, можно так сказать, ко всей спине и что-то, ну, опять же-таки, он у меня здесь не застегивался на груди, да, хотя вместе с этим есть рюкзаки, в том числе даже у Боши Орехова, рюкзаки, у которых есть здесь карабинчик, который фиксирует, собственно, этот рюкзак, и он как бы никуда не ездит. Но все равно это немножко не то. Я поездил с несколькими разными вот такими рюкзаками и отложил этот момент. И, соответственно, значит, перешел, посмотрев к сумке кроссбоди, у которой есть вариант, значит, одеть ее через спину, на спину, назад, но при этом также вот карабином зафиксировать это все дело на груди, чтобы она, сумка имеется в виду, никуда не слежала ни влево, ни вправо. Я изначально планировал себе взять один формат, чуть побольше, куда влезает ноутбук размера 15, там, ну или, может быть, даже 15 с половиной. И пока я решался, собирался и раздумывал, покупать или не покупать, в нужном мне цвете, а там был цвет приятный довольно-таки, оранжевый, эти сумки разобрали, потому что была скидка на него, ибо это был какой-то новогодний промежуток времени. То есть, был сейл, период сейла до 10 января, и пока я там что-то раздумывал, раздумывал числа там 8, как раз 10 я уже собрался было покупать, залез, смотрю, а того цвета нету и думаю, так, ну ладно, давайте посмотрим, что-нибудь еще есть там веселенькое, из сумок чуть-чуть поменьше формата, но в который, возможно, даже ноутбук залезет. Вот, и как раз я залез вот в эту сумку, если я правильно помню, она называется Нью-Йорк, если неправильно помню, в любом случае, я ссылочку внизу прикреплю. Да, ну и что? Вот, собственно, она мне пришла же через день буквально из Питера, быстро заказ обработали, быстро отправили ее в СДЭК, и, собственно, она там от Питера до Москвы быстро ехала, я ее быстро забрал, быстро распаковал, быстро порадовался, как бы, и теперь быстро пользуюсь. А почему желтый? Там были варианты про розовый цвет, это из остатков был черный цвет и был желтый цвет. Ну и опять же таки, в большинстве своем, мне почему-то кажется, что All Black, конечно, кататься и на черном своем велосипеде, и с черными какими-то вещами и черными аксессуарами, это, конечно, безусловно, прикольно, классно и модно и молодежно, но я себя потихонечку подготавливаю к тому, что если я буду апгрейзить, допустим, фрейм, фрейм-сет, вот, я немножко буду уходить от черного цвета, вот, но при этом будут темные цвета, я пока не знаю, сомневаюсь, возможно, что это будет какой-то цвет, ну, не знаю, предположите какой, вы, может, давайте подискутируем, заодно и как раз выясним и узнаем, какие цвета вам нравятся, ну и где-нибудь я когда-нибудь тоже там расскажу, какой мне цвет тоже нравится. Получается, что желтый, 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 клево, клево. Мой, в принципе, любимый цвет синий, преимущественно у меня гардероб состоит из синих вещей, несмотря на то, что я в зеленой толстовке нахожусь, но футболка у меня синяя и портки на мне сейчас, они тоже синие, носки не синие тоже, но тоже могут быть и синие носки, ну, в общем-то, не вам ли меня знать. Что, давайте перейдем к обзору, значит, как я и ранее говорил, сумка Crossbody на двух липучках, ой, липучках, на двух этих клипсах, как карабинах, не карабинах, в общем-то, как на вот этих вот вещах. Помимо того, что ты отстегиваешь, и еще здесь есть липучки, которые можно точно так же отодрать. Значит, под клапаном кармана находятся три кармана на молнии, вот эти вот, то есть, допустим, в один можно положить что-нибудь поменьше, во второй у него дно такое же, как у первого, побольше, и они между собой, если я правильно понимаю, не пересекаются, да, все верно. Вот, и третий еще побольше, то есть, если у вас, допустим, есть три телефона, вы можете все три положить в разные места. К примеру, если вы яблочный маньяк, вот сюда можно поставить iPhone 13 mini, сюда 13, а сюда 13 Pro, а сюда 13 Pro Max, но не уверен, возможно, этот здоровый лопатафон не подойдет сюда, надо проверять. С карманом все ясно, молнии здесь обычные под клапаном. Обычные? Обычные, да. Значит, переходим к молнии, внутрянку попозже посмотрим, к молнии спереди на клапане. Вот эта молния, она защищена, и карман, ну, на сам клапан, да, то есть, сюда можно положить какие-то, какие-то вот, какие-то вещи, то есть, которые в легком доступе могут быть или должны быть всегда, я не знаю. Если вы курите, то не курите, но если вы вдруг внезапно курите, туда можно положить какую-нибудь, там, я не знаю, спичку для того, чтобы костер где-нибудь разжечь, и, там, консерву маленькую банку, чтобы погреть, что-нибудь себе поесть. Ну, в общем-то, вы поняли, курить не надо, поэтому, как бы, не знаю, зачем вы будете спички с зажигалками себе возить. Карман этот, как его называют, молния, она немножко такая влагозащитная, молния черная, спереди еще остается, соответственно, вот эта вот светоотражающая полоса, она сюда на липучке прилеплена, и при желании ее можно отодрать, все мы знаем, что еще можно, или кого еще можно отодрать, вот, поэтому, как бы, в вашем обороте речи можно теперь отдирать ленту от сумки Гоша Орехова. Также еще довольно-таки узнаваемый, большой, сравнительно большой для сумки логотип Гоша Орехова, очень круто, прям за дизайн, если вы бы у меня спросили, сколько я поставил, ну, 5 из 5, но если по 10-ти бальной шкале, то 10 из 10, ну, в общем-то, вы поняли. Обратная сторона, значит, в обратную сторону сюда молния открывается, и здесь же допуск, да, если можно так сказать, допуск к внутренней части сумки, то есть, получается, что сзади сумки можно залезть в саму сумку, и точно так же, поднимая клапан, точно так же можно сюда залезть, вот. И, опять же, если, допустим, клапан прям очень сильно подогнуть, то в сумку эту можно побольше засунуть, она, получается, в размерах, ну, варьируется, да, то есть, получается, что вот то, что в кармане у вас может быть клапана, может быть помято, если это что-то большое, а если не хотите еще помять, то, ну, как бы, нечего туда класть. Но, опять же-таки, ничего не класть, это, получается, ничего не возить, а если ничего не возить, зачем тогда сумка? Возите, мните, ну, в общем-то, помните. Да, и, получается, внутри здесь находятся два отдела. О, тут еще пакет какой-то. Ладно, сейчас посмотрим, что это за пакет. Значит, два отдела, один из которых большой, то есть, если вот видно здесь по дну, это как раз один отдел, а второй отдел, он даже фиксируется на... Видно, нет? На вот такой вот ленте. Собственно, это фиксатор отдела для ноутбука, чтобы он там не болтался, не вылезал, и ничего там с ним не происходило. Если я правильно понимаю, мой ноутбук рабочий, он 14... диагональ 14 дюймов. И он даже влазит сюда и через вот эту вот молнию, и, соответственно, ну, изнутри и подавно. Поэтому можно даже с уверенностью сказать, но я не обладаю такой уверенностью, и так говорить не буду, потому что, хрен его знает, лучше вы сами проверяйте, потому что, знаете, как бы вот эти вот 14-е диагонали, они диагонали рознь. Имею в виду, что, допустим, в моем случае у меня рамки тонкие, соответственно, корпус под эти 14 дюймов поменьше может быть. А если у вас старый, вот такой вот, и еще и экран выпуклый, ну, в общем-то, вы поняли, да, о чем я имею в виду, и получается, что он может туда просто-напросто не влезть. В общем-то, вот такая вот штука. Сам материал непромокаемый. Ну и, пожалуй, наверное, все. Что еще тут можно сказать? Офигенный качественный желтый цвет с черными элементами. Ремень черный. Вот эта вот лямка, она мягкая, она вообще очень клевая. Даже тут специально сделана такая сеточка. Скажем так, она как будто бы поглощает влагу, не, ну, как-то не натирает. В общем-то, на многих беговых вещах рюкзаки с обратной стороны делаются вот такой вот штукой. То есть, это вот, ну, как бы способствует, наверное, может быть, какому-то лучшему и большему комфорту, если вы понимаете, о чем я. Да, ну и, пожалуй, как-то так. Не знаю, что примерить. Ну, давайте примерим. Тут его еще настраивать и настраивать можно. Ну, в общем-то, в моем случае, ну, вот так, я не знаю, как видно же у меня там, например, да? Да, в общем-то, как такой ферзь козырный. А чтобы оно не болталось спереди, вот таким вот хренак с карабином, и все. И он никуда не съедет, ни влево, ни вправо. Значит, смотрите-ка, спереди здесь есть несколько всевозможных вот этих вот колец, как вот это и вот это. Вот это и вот это. И, соответственно, на некоторые вот из этих вот карабинов, или как полуколец, можно цеплять всяческие мелкие аксессуары от Гоши Орехова. У него есть там маленькая сумочка, которая тоже, ну, сюда на вот эти вот ремешки очень даже неплохо заходит. Туда можно класть какие-то дополнительные вещи, типа для телефона, для быстрого доступа, чтобы сумку туда-сюда не мотать, и не лазить где-то там по карманам в бруках, в шортах. А если вы, допустим, без брук или без шортов, ну, так вот случилось, вы вылезли, допустим, с пляжа, оп, по этим, как вы выходите с пляжа, да, у вас вещи украли, а вы внезапно просто катались, допустим, не катались, а купались с сумкой. А порток уже нету. Ну, как бы ж, надо же возвращаться на велосипеде. Надо. Вот вы едете, допустим, в плавках, но зато с сумкой. Кармана нету. Где телефон? Вот он. А он всегда здесь. Поэтому дополнительные аксессуары за дополнительную плату. Да, если что, кстати, Гош Орехов мне ни разу ничего не заплатил, поэтому я там, не знаю, это смотрите сами, там по сайту полазите. Если что, напишите мне в том числе, что вам там тоже понравилось. Пожалуй, наверное, вот какой-то такой вот обзор. Я еще не посмотрел, что вот здесь в сумке было. А здесь у нас... О, тыгля! А это, оказывается, черная сумка от Гош Орехов. Потрясающе! Значит, нифига себе! Вот это поворот. Тыгля! Даже наклейки какие-то положили. У меня даже наклеек не было. Ну, ладно. Я запомню. Значит, суть картины какая? Это... Я успел сделать небольшой видеообзор, но он был в вертикальном формате. Я его хотел сделать в виде рилсов каких-то, выложить на свой канал. Но что-то думал, потом передумал и похвастал у себя в Инстаграме. Если вы еще не подписаны в Инстаграм, там ссылка в описании есть. Вот. И мне мой бро из Франции такое написал, говорит, слушай, Саша, а ну-ка покажи, подсними, пофотографируй, что там за сумка. А я ему как раз скидываю вот это видео, вот, а он мне говорит, о, нифига себе, так она же офигенная. А ну-ка купи-ка мне тоже. А ну-ка я взял ему и купил. Ну и, соответственно, она прям один в один. Все то же самое. Ничего не происходит, как говорится, только черная. Вот. Ну, бог ему судья, как говорится. Черная. А так в целом-то она просто не желтая и все. Ну, черная и черная. Кто его там знает? Может, во Франции так принято. А, ну, смотрите-ка, не прям черная. Все то, да, можно его и простить. Тут немножко зеленая. Внутри. Ну, как бы, да. Ну и лента, она по-прежнему светоотражающая, немножко серая. Так что вот так. Теперь даже у него есть наклейки. А у меня нет наклеек. Ну, это прям вот вообще какая-то подстава-подстава. Засада-засада. Ну, ладно. Что ж. Что ж уж. Ни хрена себе. Так у него даже и вот такая штука есть. Блин, а может и у меня такая есть в кармане. А я даже и не знал. Ни сном, ни духом. А я сейчас, кстати, и проверю. Поэтому что. Берите за пример, как говорится. Есть офигенные сумки. С не менее офигенными пакетами. Салфановыми. Все это дело будет отправлено за границу. Будем продвигать наши отечественные бренды. Насколько это можно, возможно и нужно. Вот. И что? Ну и пожалуй... А, нет. Пожалуй не все. Что это я? Давайте я все-таки это. Залезу к себе в карман. Вот. Ну, хотя бы мне вот такую штучку дали. Ну, вот это хотя бы нормальная. Она такая мягенькая, клевая. Все. А наклеек... Ну, не положили. Не положили и не положили. Хотя могли бы и положить. Я бы, конечно, с удовольствием их куда-нибудь прилепил. Я люблю прилеплять какие-то наклейки. Может, есть все-таки? Ну, нет. Нету, потому что я уже с сумкой с этой ходил и я не видел. Ну, не видел и не видел. Может быть я и с зрением недостаточным обладаю. И где-то в какой-то момент взял бы и выкинул. Черт его знает. Вот. Пожалуй, наверное, у меня на этом все. Пишите в комментариях где-нибудь с какими сумками. Либо с какими рюкзаками. Либо с чем. Может, вы в руках возите. Ну, если вы в руках возите какие-то вещи, а как вы за руль держитесь? Может, по карманам вы рассовали? Ну, в общем-то, все это мне интересно. И не только мне. Ребята же там переписываются, читают. Кто-то, в общем-то, кому-то может быть полезно. Обязательно пишите. И да. А у меня, пожалуй, на этом все. До свидуля. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok